В Оренбурге работает банда автоподставщиков, так утверждают водители. Сразу несколько случаев ДТП с одинаковыми сценариями произошли на улице автоматики. К слову, Оренбург по-прежнему значится в лидерах по числу инсценированных дорожных аварий. Как найти управу на автомошенников, есть ли шанс вывезти аферистов на чистую воду, выясняла Екатерина Киселева. Быть пешеходом военному пенсионеру Владимиру Поддорогину непривычно. За спиной 34 года без аварийной езды. Безупречную репутацию водителя подмочили в прошлые месяцы, за пару секунд. Я проезжаю уже сюда, и он на скорости разгоняется и ударяет в заднее колесо. Владимир Константинович говорит, водитель Пежо будто караулил его старенькую десятку, чтобы дождавшись поворота выжить газ и торпеды, влететь в бочину. В итоге виноват я, потому что право-вправо руке, я не успеваю его сам. Я пытался чуть уйти влево, но так как он что, пробавлял специальной скорости, я не успел увильнуть там. На кадрах действительно видно все. Пока псевдо-пострадавшие подсчитывали псевдо-ущерб, наш герой беседовал со службой безопасности соседнего торгового центра. Там не только помогли раздобыть видео с камер наружного наблюдения, но и признались, аварии по такому сценарию с теми же действующими лицами случаются здесь каждый месяц. Меняются только автомобили. Я зашел к охране, они сказали, что это преступная группировка, здесь работают постоянно. Получается, пенсионер без вины виноватый, и его страховой придется раскошеливаться. Те, кто в ответе за полисы, давно пьют тревогу. Говорят, на автопоставы уходит треть всех выплат по ОСАГО. У меня многие знакомые в Москве говорят, в Оренбурге, многие занимаются автоподставами. Это считается некой нормой. Привлечь к ответственности авторов простых преступных схем сложно, но можно. Придется, конечно, обивать пороги разных инстанций, платить за экспертизы. В общем, тернистый путь для тех, кому дорога справедливость. То есть, если экспертиза показывает, что у водителя в принципе не было возможности, даже при надлежащей реакции, надлежащем торможении, надлежащем поведении, и соблюдении правил дорожного движения, предотвратить это ДТП, то возникает вопрос о том, чья же тогда вина в этом ДТП. Но подчеркну, опять же, что это очень сложно, оспариваемая категория дел. Не так часто, как могло бы быть, но авторам поста все же приходится отвечать за свои махинации. Так, в прошлом году на скамье подсудимых оказались сразу 12 оренбуржцев, которые подняли миллионы на дорожных спектаклях. Сансценировать ДТП аферистам помогали в автосервисе. Там треснутым бампером или разбитой фарой заменяли исправные детали, оставалось только подстроить аварию. В итоге тревогу забили страховщики. Уж слишком часто возмещение требовали одни и те же люди. Окончательно назначить ищущий угол Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок. 5 лет, 6 месяцев, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В итоге реальные сроки и нешуточные штрафы получили 6 человек. Этот пример вдохновил и нашего героя. Пока он вынужден ходить пешком, его машина пострадала куда серьезнее, чем та, которая вот-вот получит компенсацию. Но он и пешком готов дошагать до суда. Вот если бы они ударили в переднюю дверь, где бы моя жена сидела, то бы они его убили. То есть попытка это убийство. Етерин Киселева, Константин Воробьев. Наше время.